Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа. Не секрет, что при выходе нового обновления добавляется много-много маунтов. Обновление 9.2, аналогично, вышло около 40 новых маунтов. Какие-то доступны за репутацию, какие-то будут дропаться с рейда, какие-то будут за ачивочки. А один из маунтов, на котором я сижу в текущий момент, делается с помощью рыбной ловли. Да, занятие не самое веселое, ну и к тому же первый этап довольно-таки долгий для получения этого маунта, но оно того стоит. Маунт реально красивый и изящный. Название его Аурелит Звездных Глубин. Далее будут расписаны абсолютно все этапы, я заснял их полностью, и все будет описано подробно. Думаю, вам понравится такое видео, вам понравится формат такого видео. Если что-то будет непонятно, то, само собой, вопросики вы сможете задать в комментариях. Все, изучайте, как говорится, получение маунта. Первый этап – это проверка нашего терпения. Кому-то требуется 500 забросов, кому-то 1500, мне потребовалось примерно 400 забросов, и потратил я на это полтора часа. В том озере, где находится Герукон, нам нужно выловить предмет под названием «Странная жижа». Он является уникальным, то есть более одной штучки выловить нельзя, а также его можно купить на аукционе. Текущая цена – 5 миллионов. Думайте сами, решайте сами. Рекомендую выловить. Ловил я примерно полтора часа, еще где-то минут 30 на стриме. Я не могу все это абсолютно вставить в видосик, но это слишком сильно, и это ни к чему просто-напросто. Я ускорил данный момент видео в 100 раз. Это максимум, который в принципе возможен. Возможно, данный участок видео будет идти рывками, но я надеюсь, что все будет хорошо. По факту я просто ловил, ловил и ловил. И вы даже себе представить не можете, какая у меня была радость в тот момент, когда эта странная жижа все-таки выпала. Этап номер 2. Следующий этап является разговорным. Нам нужно поговорить с баронессой Вайш, которая находится рядом с озером, находящимся за Ковенантом Некролордов. Это озеро, наконец-то, имеет хотя бы какую-то ценность, и хотя бы какой-то движ там происходит. Говорим с Вайш, она нам рассказывает про странную жижу, и мы летим в Зангартопь, которая находится в запределье. Во время этапа номер 3 я допустил небольшую ошибку, и в итоге потерял 2 минуты. Не нужно кружить над водой у резервуара Кривого Клыка. Нужно заплыть внутрь, проплыть по трубе, и нас будет ждать косяк едкой рыбы-капли. Мы влавливаем эту едкую рыбу-каплю, и все. И едем дальше. В нас Жатар. Следующая рыба, которая нам потребуется для создания приманки, это плавунец. Плавунец вылавливается в нас Жатаре, и не просто вылавливается, а нам еще нужно будет собрать этого плавунца с земли, потому что он будет барахтаться на земле. Довольно-таки интересный процесс ловли. Следующая нужная локация – Вайшир, а именно мерцающий простор. Юзаем любого водного маунта, в идеале Вайширский морской конек ускорит нас в целых три раза, и плывем в нужную башню. Лутаем предмет, который едва видно в текстурках. Проверьте свое зрение путем поиска этого предмета. Собрав все четыре предмета, мы вновь возвращаемся к Баранессе Вайш, к озеру, которое находится за Ковенантум Некролордов. Отдаем ей четыре реагента, получаем наживку, которая потребуется для призыва рарника. В самом последнем этапе нам тоже нужно будет немножко порыбачить. Бежим к озеру, где сидит Герукон, надеваем удочку, используем наживку, и после этого появляется особая лунка. Именно туда нам нужно закинуть наш крючок. Вылавливаем нашего рарника, и таким образом он выплывает наверх. Убиваем, лутаем маунта, и наслаждаемся пополнением коллекции. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!